Николай Евграфович Пестов Современная практика православного благочестия Святой Дух Эпиграф Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит, и куда уходит. Так бывает со всеми, рожденными от Духа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Эпиграф 2. «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 16-17. Мы, христиане, конечно, верим в слова Христа и в их непреложное исполнение. Тогда нам нужно задуматься над приведенным выше отрывком из прощальной беседы Христа с апостолами на Тайной Вечере. Господь говорит, что христианин должен знать Духа Истины и Утешителя. Знаем ли мы Его? А если не знаем, то можем ли считать себя христианами? Если поискать ответы на подобный вопрос в истории Церкви Христовой, то можно утверждать, что христиане первых веков знали и видели пребывание с ними Духа Святого. Для всех очевидным было Его сошествие в день Пятидесятницы. Явление Его сопровождалось шумом с неба, как от сильного ветра, языками как бы огненными, даром иных языков и так далее. Деяние святых апостолов, глава 2, стихи 2-4. Святый Дух далее всегда, видимо, для всех сходил на новокрещаемых. Имеются в духовной литературе рассказы алтайских миссионеров из русских, совершавших таинство крещения над взрослыми алтайцами. Часто бывали случаи, когда сами крещаемые или их восприемники воочию замечали сошествие накрещаемых Святого Духа в виде огня, который не опалял, но исполнял крещаемых или их восприемников светлой духовной радостью. Это сошествие по времени совпадало с моментом, когда крещаемые погружались в воду или их обливали. При своем служении апостолы ощутительно направлялись указаниями от Святого Духа. Про апостола Павла и силу говорится в деяниях. Прошедшие через Фрегею и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Осии. Дошедшие до Мессии предпринимали идти в Вифинею, но Дух не допустил их. Деяния святых апостолов, глава 16, стихи 107. Должна ли быть эта способность ощущать Святого Духа у современных христиан? Преподобный Серафим отвечает на этот вопрос положительно. И велит всякому христианину всегда и всюду проверять себя, в Духе ли я святом, как это сделать и каковы свойства Святого Духа. Конечно, Святой Дух, как третья апостась Бога, Святой Троицы, непостижим для человека по своей сущности, как непостижим и Бог Отец и Бог Сын. Но как те открывали и открывают себя людям в нужной мере, так открывается и Святой Дух. Следует заметить, что в текущий момент истории человечества Святой Дух пребывает с нами по обетованию Христа. Согласно тексту Евангелия от Луки, Господь заканчивает свою беседу о молитве Отче наш и о постоянстве в молитве прямым указанием на то, о чем мы должны просить у Него. Он говорит, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Евангелие от Луки, глава 11, стих 13. Вот достойный предмет наших просьб, и, очевидно, крайне для нас необходимый. И это находится в полном согласии с указанием о цели нашей жизни преподобного Серафима, заключающейся в стяжании Духа Святого. В соответствии с этими словами Господа, Церковь и составила молитву Царю Небесной, которая и ставится ею, как начальная в обычном молитвенном правиле. В начале этой молитвы перечисляются свойства Святого Духа, чтобы христианину легче было его почувствовать и полнее войти в его мыслительный образ. Из его свойств на первом месте стоит утешитель. Так называл Святого Духа сам Господь. Это самое характерное из его свойств, ибо пребывание с христианином Духа Святого неизменно и прежде всего несет с собой утешение, мир и тишину на сердце, тихую радость, умиление, теплоту любви к Богу и людям. Отец Иоанн Кронштадтский пишет «Различай в себе Духа Животворящего и Духа Мертвящего, убивающего твою душу. Когда в душе твои мысли добрые, тебе благо, легко, когда на сердце спокойствие и радость, тогда в тебе Дух Благий, Дух Святый. А когда в тебе недобрые помыслы или недобрые сердечные движения, тогда худо, тяжело, когда ты внутренне смущен, тогда в тебе Дух Злой, Лукавый Дух. Дух Лукавый — есть Дух Сомнения, Неверия, Страстей, Тесноты, Скорби, Смущения. А Дух Благий — есть Дух Несомненной Веры, Дух Добродетелей, Дух Свободы Духовной и Широты, Дух Мира и Радости. По этим признакам знай, когда в тебе Дух Божий, а когда Дух Злой. Показателем сопребывания со христианином Святого Духа Божия является и отношение к ближним. Если человек в отношениях с людьми проявляет к ним сердечность, ведет разговор с ними словами, исполненными любви, смирения, кротости, доброжелательства, уступчивости, при всегдашней готовности служить им и их интересы ставить выше своих, то все это свидетельствует о том, что христианин находится в Духе Святом Божием. Иначе же человеком владеет темная сила, проявляющаяся в раздражении, хотя бы легчайшем, сухости тона, неуступчивости, дурном или подавленном состоянии Духа и отказе в просьбах, даже легко исполнимых и т.п. Пусть тогда, в последнем случае, христианин встанет на молитву или внутренно обращается к Богу с просьбой прогнать от него того лукавого Духа, который владеет им в этот момент и мешает схождению к душе его благодати Святого Духа. Отсюда понятно старинное русское выражение про человека раздраженного. Он не в Духе. Очевидно, здесь надо писать слово «Дух» с большой буквы, так как здесь старые благочестивые люди очевидно говорили о Святом Духе, который покидает раздраженного человека. Далее в молитве он называется «Духом истины». Господь сам назвал его «Духом истины» в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 26. Говорил своим ученикам, что по своем пришествии Святой Дух наставит вас на всякую истину. Затем свойствами Святого Духа является везде сущий и всеисполняющий. Он же является источником сокровища благих и жизнью подателю. После перечисления этих свойств Святого Духа в молитве, в завершении ее, имеется просьба к Нему прийти к нам, вселиться в нас и очистить наши души от всякие скверны. А через это их спасти. По существу, можно ли христианину просить еще чего-либо более? Апостол Павел перечисляет нам неоценимые сокровища, которые мы можем получить от пребывания в нас Святого Духа. Он пишет в послании к Галатам «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Молитва Царю Небесной вместе с Отче наш занимает особое преимущественное место среди других молитв. Церковь предлагает читать Царю Небесной и перед началом всякого дела. С первого взгляда это непонятно. Здесь нет даже намека о помощи в каком-либо деле. Однако что означает сопребывание с нами Святого Духа? Это значит, что всякое наше дело будет завершено всецело по воле Бога, а другого христианину нельзя и желать. Вместе с тем церковные молитвы Святому Духу немногочисленны по сравнению с молитвами к Иисусу Христу. «К сожалению, современная повседневная жизнь Церкви, говорит священник Павел Флоринский, за вычетом избранников Неба, мало, смутно и тускло знает Духа Святого, как лицо. В сечении всей нашей эпохи молится главным образом Сыну. Духу, если и молится, то больше ожидая Его, нежели имея лицом к лицу. Более тоскуя об утешителе, нежели радуясь им перед Отцом в Сыне. Почему это так? Почему Святой Дух не пребывает с современными христианами, как пребывал Он с ними в Церкви времен апостольских? В беседе с Матавеловым преподобный Серафим на этот вопрос отвечает. Он говорит, что Святой Дух оставляет людей обычно за их грехи. Однако за меньшие и легкие грехи Господь Дух Святой не оставляет имеющих Его благостыню. Но есть вторые по тяжести грехи, разлучающие нас от Бога и отгоняющие от нас благодать Его. Но и в этих грехах, если вскоре и от души покается человек, то снова может приобрести благодать Божию. Всегда надо бы при этом разбирать, каким именно грехом прогневали мы благодать Божию, что Дух Святой отступил от нас. И когда, перебрав грехи, нападем на тот самый грех, именно который оскорбил Господа Бога, Господь Бог Дух Святой коснется нашей совести и скажет нам священно тайно, вот это-то и есть тот самый грех, которым ты оскорбил Творца Бога. Тогда нам скоро с сокрушенным сердцем и со смирением следует прибегать ко Господу, и Он с любовью простит нас и помилует нас возвращением даже большей благодати, за то, что не отчаялись в милосердном всепрощении Божием. Про условия сопребывания в душе христианина Святого Духа пишет и мудрый пастырь, отец Иоанн Кронштадтский. С величайшей осторожностью нужно держать в своем сердце сокровища Духа. Нужно бодрствовать над своим сердцем, быть кротким, удерживаться от раздражительности и движений самолюбия, привязанности к земному, от нечистых восстаний плотских. В противном случае бесценное сокровище Духа мгновенно оставит нас. Вдруг исчезнут из сердца мир и радость. Это чувство необыкновенной ангельски-духовной легкости души, парящей на свободе сердца и мысли. Исчезнут и эти реки воды живой, которые перед тем только текли и напаяли обильно борозд души. Душу наполнит чуждый огонь, мучительно палящий внутренности, лишающий ее мира и радости, и наполняющий ее чувством скорби и тесноты, и подстрекающий к раздражительности и хуле. И так, чтобы не удалять от себя Святого Духа, надо не грешить. А если согрешишь, то надо каяться. Как говорят святые отцы, присутствие Святого Духа в человеке ведет и к повышению его духовной восприимчивости. Как через сильное, увеличительное стекло человек начинает легко замечать в себе начатки зла, не только уже в делах, но и в словах, мыслях и душевных побуждениях. Пребывание со христианином Духа Святого приобщает его и к совершенной радости. Об этом так пишет преподобный Антоний Великий. «Я молился о вас, да сподобитесь, и вы получите того великого огненного Духа, которого получил я. И если хотите получить его так, чтобы он пребывал в вас, принесите прежде труды телесные и смирение сердца, и, восторгая помышления свои на небо день и ночь, взыщите с правотою сердца сего огненного Духа, и он дастся вам всегда и навеки. Когда принят будет он, то откроет вам высшие тайны, отгонит от вас страх людей и зверей, и будет у вас небесная радость день и ночь, и будете в этом теле, как те, которые уже находятся в Царстве Небесном». Дух Святы непрестанно веет благоуханием приятнейшим, сладчайшим и неизъяснимым для языка человеческого. Но кто знает сию приятность Духа и его сладость, кроме тех, которые удостоились того, чтобы он вселился в них? Дух Святый вселяется в душах кающихся не иначе, как после многих трудов, ибо Дух тот обитает в правых сердцах. Преподобный Макарий Великий пишет, «Ум и разумение христиан по общению и причастию Святого Духа достигают постоянства, твердости, безмятежа и покоя, не рассеиваются и не волнуются уже непостоянными и суетными помыслами, но пребывают в мире Христовом и в любви Духа, как и Господь, рассуждая таковых, сказал, что они перешли от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24. А епископ Феофан Затворник говорит, «Бог наш есть Бог блаженства, радуется и играет Дух наш, когда благодать Духа Святого делает Его причастником Божества». Следует упомянуть, что на общем фоне упадка веры и благочестия в современности, и сейчас, однако, проявляется свет Христов в его избранниках, озаренных благодатным присутствием в них Духа Святого. Одним из таких является старец-схемонах Силуан со Старого Афона, скончавшийся в 1938 году и оставивший после себя духовные очерки. Последние были опубликованы с хиархимандритом Сафронием с добавлением в жизнеописание старца. Можно думать, что записи старца Силуана являются одним из наиболее замечательных духовных литератур, литературных произведений, раскрывающих значение пребывания христианской душой Святого Духа. Вот несколько мыслей из того, что пишет старец Силуан про Духа Святого. «Дух Святый есть любовь, мир и сладость. Дух Святый научает любить Бога и ближнего. Милостивый Господь дал на землю Духа Святого, и Дух Святой живет в церкви нашей. Он учит душу подвигу. Он дает силу исполнять заповеди Господни. Он наставляет нас на всякую истину. Он так украсил человека, что человек стал похож на Господа. Души святых вкушают Духа Святого еще на земле. Это и есть то Царствие Божие, которое внутри нас, как говорит Господь. Страдает и скучает душа, потерявшая благость Святого Духа, ведомая в рабство злыми мыслями. Дух Святой своим пришествием в душу естественно роднит человека с Богом. Так что душа с великим и несомненным чувством говорит Господу Отче, душа в Духе Святом видит весь мир и объемлет его своей любовью. Святой Дух сам ищет душу человеческую и хочет в нас жить. Если не вселяется, то только из-за гордости нашего ума. За одну плохую мысль он оставляет душу. Поэтому надо хранить совесть свою чистую, как бы брата чем не оскорбить, как бы Духа Святого в себе не опечалить каким-нибудь плохим помыслом. Дух Святой очень похож на мать милую, родную. мать любит дитя свое и жалеет его. Так и Дух Святой жалеет нас, прощает, исцеляет, вразумляет и радует. Познается Дух Святой в осмиренной молитве. Сама молитва также дар Святого Духа. Дух Святой открывает нам тайны Божии. Дух Святой научает душу неизглаголанно любить людей. Дух Святой так украшает душу и тело, что человек становится похожим на Господа воплоти его. В вечной жизни все люди будут похожи на Господа, и никто не мог бы познать этой тайны, если бы ее не открыл Дух Святой. Многим за гордость ума их Господь не дает себя познать, а они все же думают, что много знают. И что стоит их знание, если они Господа не знают, не знают благодати Святого Духа, не знают, как она приходит и за что теряется. Смотри умом, что делается в душе. Если небольшая благодать, то в душе мир и чувствуется любовь ко всем. Если благодать больше, то в душе свет и радость великая. И если еще больше, то и тело ощущает благодать Святого Духа. Блаженны те, которые день и ночь имеют заботу, как бы угодить Господу, чтобы стать достойными любви Его, они опытом и ощутимо познают благодать Святого Духа. Духа.